Всем добрый день! С вами Наталья и канал Садовые Фантазии. И сегодня мне хотелось бы рассказать вам, друзья, о самом красивом цветнике на фестивале Сады и Люди 23 года в проекте Теплое Объятие. Этот проект отражает эволюцию жизни. По задумке авторов, сад как теплое объятие Матери Природы перед долгим зимним сном. Скульптура из металла в центральной части сада символизирует мать, обнимающую дитя. Посадки делятся на четыре этапа жизненного пути. Детство, юность, зрелость и старость. Детство показано в проекте с помощью ярких красок. Юность с ее колючим характером, зрелость, расцвет, изящество и красоту также символизируют растения. Умудренная опытом седина старость отражена с помощью растений в серо-голубом цвете. Потрясающий сад, в котором я довольно долго бродила, изучала и никак не могла уйти. А какие же растения в цветнике использовали авторы? Обратите внимание на сочетание. Итак, состав растений. Лафант, остильба китайская, веник остроцветковый Карл Ферстер, Вероника Аструм-Вергинский, зопник клубненосный, кровохлебка Танна, невяник наибольший, плынь Людовика, пасконник пятнистый, отчиток видный Матрона, синеголовник плосколистный, чистец шерстистый, тысячелистник Птармика, тысячелистник Таволговый, хилоны косая, шалфей дубравный и эхиноцея пурпурная. Как видите, состав немаленький, но это особенность выставочных садов. В реальной жизни такой цветник создать будет довольно непросто. Ну и ухаживать за ним тоже будет непросто. А вот взять на вооружение сочетание растений можно и нужно. Обязательно возьмите на заметку и, конечно, пробуйте использовать сочетание этих растений в своих садах. Ну а я с вами на этом прощаюсь, друзья. Приятного просмотра. Обязательно досмотрите до конца. Откройте для себя всю уникальность этого цветника. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok